Я имел счастье ознакомиться сегодня со всеми строящимися объектами сочинской зимней олимпиады. Я восхищен, что за короткое время создана такая материальная база для спорта. Изменился облик в Сочи. Повезло сочинцам, Краснодарскому краю, всей России, что в России появился замечательный, совершенно другой город на Черном море. Зрелищные поединки продолжались более трех часов. Это четвертый турнир в Сочи. В этом году на ринг курорта вышли самбисты из России, Украины, США, Латвии, Болгарии, Казахстана и ЮАР. Сначала прошли напряженные личные поединки. Медики регулярно оказывали спортсменам помощь после зачастую кровавых раундов. А во второй части турнира за победу боролись команды сборной России и мира. Уже к финальному бою матчевой встречи по очкам побеждала Россия. Однако последний поединок заставил понервничать наших болельщиков. В жарком бою на ринге схлестнулись 40-летний Тревор Пренгли из ЮАР, на счету которого 30 побед из 39 профессиональных боев, и трехкратный чемпион мира, 24-летний прапорщик внутренних войск из Нижнего Новгорода Вячеслав Василевский. Спортсмены отчаянно дрались все три раунда. Победитель определился только на последних минутах. Победители участники турнира получили памятные кубки из рук президентов России и Казахстана и премьер-министра Дмитрия Медведева. Поздравляя великих самбистов современности, Владимир Путин отметил их силу, мужество, благородство и спортивное боевое братство. От себя лично наградил обладателя черного пояса по бразильскому джиу-джитсу Тревора Пренгли. Продолжение следует...